Поехали. Да, ну в общем, давайте еще раз, чтобы на скринкасс попало, что вы умные и красивые. Что такое Data Race? Вы знаете. Такое сложное, надо прямо рассказывать на самом деле. Ну на самом деле, окей, все, что я хочу, чтобы вы знали про Data Race. У нас есть порядок на операциях чтения и записи память, и две операции называются конфликтующими, если это чтение записи или две записи. И вот если нет порядка относительно на двух конфликтующих операциях, это называется Data Race. Да, все правильно. При этом порядок вам дается только если вы используете примитивы синхронизации. Ну нет, там много порядков. Ну, короче говоря, да, то есть условно говоря, у тебя есть упорядочивание внутри потока, да, и у тебя есть порядок кода внутри одного потока. Да, 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 именно так. Окей, ну в общем, это не очень все интересно. Ну, в смысле, у тебя... Да, вот есть. Если бы ты запустил его в однопоточном, то ты бы не заметил разницы упорядочные или неупорядочные. Да, то есть даже если ты в двух потоках запускаешь два просто кода, то у тебя там последователи, а тут последователи, друг относительно друга, ты бы знаешь, что происходит. Да, при этом у тебя даже, на самом деле, кажется, что ты можешь внутри одного потока попытаться на атомиках получить ситуацию, которая невозможна при последовательном исполнении потока. Ну, по стандарту. Кажется, что в реализации этого не используется. Ну, короче, смотри, у тебя же на атомиках есть вот чудесный memory order relaxed. Про это вы знаете? Нет, чуть-чуть расскажу. Окей, ну давайте я тоже расскажу чуть-чуть, потому что я не специалист. Ну, давайте начнем с простого, это у нас будет во второй плане. Мьютексы. В общем, если простыми словами, это когда вам нужно... У вас race condition или date race, я не знаю, это различные понятия или нет? Да. Да. Одно такое вводил, что здесь не сказали. Но Роман Липовский говорил, что race condition совсем другое. Ну, в общем, не будем сильно погружаться. В общем, что-то из этого... Ну, в общем, есть плохая ситуация, которая называется одним из этих двух умных словосочетаний. Эта плохая ситуация говорит о том, что... Как же это, господи, называется-то? Что у вас есть конкурентные записи. Ну, точнее, у вас запись конкурирует с какой-то другой операцией. Прекрасно. Чтобы эту ситуацию решить, самое тупое решение — это мьютекс. Да? Мьютекс — это такой... Ну, в общем, это такой семафор с initial value 1. Грубо говоря. И у него есть две операции. Lock — это семафор декремент. И Unlock — это семафор инкремент. Грубо говоря, вот что такое мьютекс. У нас мы используем всякие пистреды. Да, кстати, а можете чекнуть, у кого есть man, пистред, mutex, init? Ну, или давайте лучше mutex, destroy. Уговорить вот такой man. Есть. Вот если у кого-то нету, то попробуйте установить пакеты manpages.posex и manpages.posex.dev. И тогда у вас должно появиться. Вот ставили в прошлом семестре. Да? Там было бы... Интересно. Ну, хорошо. В общем, если не ставили, то давайте покажу. Sudap install manpages.posex и manpages.posex.dev. Вот эти два пакета, кажется, что если вы их поставите, то вы обретете счастье. В общем, есть mutexы. Понятно, что есть тип pithread.mutex.t, который можно с помощью функции pithread.init инициализировать, с помощью функции pithread.destroy, de... короче, destructurить. Вот. Из интересного. Есть еще такой волшебный макша с pithread.mutex.initializer, который, в общем, позволяет вам инициализировать mutex в одну строчку, а не в две. Mutex с дефолтными атрибутами. То есть у mutex еще есть атрибуты. Сейчас я про атрибуты два слова скажу. Да. Про атрибуты. Ну, понятно, да? То есть у вас есть функция, она принимает указатель на mutex, который нужно инициализировать, и константный указатель на атрибуты, которые этому mutexу нужно установить. Какие бывают атрибуты? Mutex.attr. Вот. Атрибуты бывают следующие. Бывает атрибут, например, shared. Это если вы mutex хотите расшарить между несколькими потоками из разных процессов. Тогда вам нужно этот mutex инициализировать в shared memory. И дальше вам нужно проставить вот этот флажок shared. Это первое. Второе. Что еще есть интересного? Есть робастность. Робастность это что такое? Представьте себе ситуацию, что у вас есть два потока. Поток А берет mutex и умирает. Ну, его писаткилом убили, например. При этом он не успел отпустить mutex. Вот здесь бывают разные ситуации. Ну, собственно, бывают разные виды mutex. Бывают mutex, которые называются mutex stalled. Это чудесный mutex, который скажет, что если у вас поток, который взял mutex, умер, то вы в весьма беспомощном положении, как вы могли узнать из видосика, который я вам на прошлом семинаре показывал. Никто не посмотрел про батонный хлеб. Ну, вот там была фраза про то, что если вы совершите резкое движение, то топор может пробить грузину, ввозиться в пол, и тогда вы окажетесь в очень беспомощном положении. Ну, вот, собственно, вот здесь, если у вас mutex заблокировал один поток, и этот поток умер, не отблокировав mutex, то вы при вот таком mutex окажетесь в весьма беспомощном положении. Чтобы оказаться в нормальном положении, вы используете вот такой вот mutex. По дефолту используется вот этот. То есть по дефолту вы вообще на птичьих правах. Вот есть такой mutex. Что он вам дает? Он вам дает тот факт, что если у вас тот, кто лочил mutex, умер, вы можете сразу же, точнее так, следующий кто-то, кто сейчас ждет блокировки, он получает эту блокировку, да, при этом он получает ее, то есть обратите внимание, что у вас... Куда я попал? Где я? Так, не понял, что-то произошло, ладно. Да, в общем, что интересного? Интересного, что... Обратите внимание, что у вас птичьих правах mutex.log возвращает всякие ошибки, вот. И он вам вернет ошибку EOwnerDead. Обратите внимание, что если у вас mutex вот такой, то это deadlock. Если у вас mutex вот такой, то это ошибка EOwnerDead, которая означает, что вы получили ваш mutex, да, то есть вы действительно получили на однем управлении, но mutex сломался, и его нужно починить. Починить с помощью функции PissRedMutexConsistent. То есть алгоритм такой, что если вы допускаете, что у вас поток, который блокировал mutex, мог умереть, то вы проверяете, что после того, как вы сделали PissRedMutex, лог, у вас EOwnerDead, если у вас EOwnerDead, то вы делаете PissRedMutexConsistent, и дальше продолжаете работать. Есть одна функция, чтобы все это сразу сделать. Что? Есть одна функция, чтобы сразу это сделать. Увы и ах. Не EOwnerDead, а ReturnValue, вообще говоря. А Consistent что делает? EOwnerDead здесь не устанавливается, здесь EOwnerDead, returnValue, короче, нужно проверять. Обратите внимание, что здесь не EOwnerDead, а return, вот эту вот ошибку. Что был какой-то вопрос? Consistent чинит mutex. То есть история какая? То есть если у тебя поток, который заблокировал mutex, сдох, то mutex как бы сломался. Но если этот mutex рабастный, то тебе дают шанс его починить. То есть тот же поток, который получил минус единицу, он называет подъем минус консистент. Ну не минус единицу, а тот поток, который сделал лог, получил в ответе EOwnerDead, он должен после этого сделать pre-threat mutex consistent. Если он не сделает pre-threat mutex consistent и при этом сделает unlock, то вы получите undefined behavior. Ура, мы пришли к undefined behavior. Вот. Это что касалось рабастности. Что у нас есть еще интересного про атрибуты mutex? Есть тип mutex. Мьютексы... Атрибут выказываем во время создания? Атрибут в... Да, да, во время создания. Мьютексы бывают какие? Бывают... На самом деле самое интересное, что здесь есть, есть recursive mutex. То есть вы, наверное, знаете из курса по конкарности, что у вас бывают mutex, которые можно повторно блокировать в том же самом потоке, и mutex, которые нельзя повторно блокировать в том же самом потоке. Вот те, которые можно блокировать, они называются recursive. По дефолту mutex не recursive. Если вы хотите recursive, сделайте вот этот вот флаг. В смысле, что типа сколько раз золочили, столько раз должен золочить? Да, да. Кажется, это называется симофор. Нет. Это по сути то же самое. Нет, нет, в смысле, смотри, у тебя есть поток А. Поток А золочил mutex. После этого поток Б уже не может сейчас золочить mutex, поток А не отпустит. Но поток А может еще раз его золочить. Вот если у тебя нету, вот если у тебя mutex не recursive, то тогда вторая попытка золочить, и ты в deadlockе. Ты сам об себя облочишься. Я понял, о чем речь. Ну типа вроде обычно делают, что локов должно быть столько же, сколько анлоков. Если это не так, то все локов. Ну вот смотри, вот суть такая, что здесь по дефолту у тебя локов должно быть столько же, сколько и анлоков, и при этом это ровно один. Если больше, чем один, то у тебя анлок не случится. А mutex-normal и mutex-default это разные вещи? У mutex-default больше undefined-behaviorов, чем у mutex-normal. При этом спецификация оставляет реализациям возможность реализовать mutex-default как mutex-normal. И даже как не mutex-normal. Потому что не только как mutex-normal, а как любой другой. Ну в общем, сейчас мы посмотрим на другую табличку и там все увидите. В общем, из самого интересного здесь, ну то есть здесь есть error-check, это штука, это mutex, в котором нет undefined-behaviorа. Там всегда ошибка, если вы что-то не так сделали. Есть recursive, который вам разрешает повторно брать локи. Есть default, есть normal. Это, обратите внимание, это не флаги, а это виды mutex-а. То есть вы не можете сделать флаг, вы не можете сделать комбинацию из вот этих вот вещей. Вам нужно что-то выбрать. Если мы, ну правда, что undefined-behavior, если мы un-watchим другим золом. То есть один поток лочит, а другой un-watchит. Да, да. На самом деле не обязательно. Зависит от типа mutex-а. Сейчас мы это увидим буквально через 5 секунд. Давайте... А ты еще раз error-check делает. Хорошо, давай стоп. Давайте... В общем, я сказал, что они бывают рекурсивные, и сказал, что есть функция getType, которая позволяет... Ладно, давайте сразу. Окей. Есть функция getType, setType, которая позволяет устной тип. Теперь, что это делает? На что это влияет? В общем, открываем man mutex-log, и здесь есть вот такая офигенная таблица, которая отвечает на все ваши вопросы. Для каждой комбинации mutex-тайпа и рабастности написано, что происходит в ситуации, когда вы пытаетесь повторно взять mutex, и когда вы пытаетесь облочнуть mutex, который вы не лочили в текущем потоке. Так, почему две строчки для normal? Потому что для разных рабастностей и разное поведение, когда ты он лочишь, не свой. А что за крестик? Крестик в дефолте? Это на самом деле очень интересная история. Меня очень веселит этот крестик, потому что вы знаете, еще вы вообще читаете научные статьи какие-нибудь на английском языке? Вот там, когда у вас список авторов, бывает так, что научная работа сделана в рамках нескольких организаций. То есть, условно говоря, у вас там пять ученых, из них там трое, например, из Microsoft Labs и двое из Google Labs. Ну, я не знаю, Google X, по-моему, это называется. Ну, в общем, из каких-то разных организаций. И вот тогда одних чуваков помечают звездочкой, а вторых вот этим вот крестиком. И снизу пишут, что звездочка это вот эта организация, а крестик это вот эта организация. И, честно говоря, я вообще очень долгое время думал, когда читал, я много статей читал, я очень долгое время думал, что вот этот крестик это значит, что автор не дожил до публикации. Просто как звездочка. А? Ну, да, да, да. То есть обычно просто, ну, как бы история какая, что, ну, в общем, да, это здесь используется как звездочка. Да, звезд, вот этот крестик означает, что как бы может быть undefined behavior, да, а может быть одно из вот этих. Это все еще undefined behavior. Ну, подразумевается, что если вы точно знаете вашу реализацию, то вы можете, вы можете на это закладываться, наверное. Я не знаю, честно говоря, зачем этот крестик нужен. Короче говоря, где undefined behavior, то есть крестик стоит на undefined behavior, и, в общем, считайте, что undefined behavior это undefined behavior. И не пытайтесь на него закладываться. И пофиг со звездочкой он или без. Да, в общем, если коротко, error check нужен для того, чтобы вместо undefined behavior получать ошибки. Да? Recursive нужен для того, чтобы иметь возможность сделать повторную блокировку. дефолт, вот как вы можете заметить, он очень скучный. Тут эти ситуации не специфицированы почти полностью или полностью. То есть, да. Error check mutex. Только что сказал. Error check mutex. Это mutex, который вам вместо undefined behavior будет возвращать ошибки при попытках совершить undefined behavior. При попытке совершить действие, которое в другой ситуации вызовет undefined behavior, он вам вернет ошибку. Вот зачем он нужен. Он медленнее. Он медленнее. Смотри, пример ситуации, когда вам может быть полезен error check mutex. Скажем, а? В тестах? Нет, на самом деле смотри. Ну, в тестах, например, полезная ситуация, которую я лично себе представляю. Все знают, что такое питон, да? Все знают, что такое гил в питоне. Чего? Global interpreter log. Короче, в питоне такая офигенная многопоточность, что там на самом деле один поток исполнения, ровно один, есть один глобальный mutex на весь интерпретатор питона. При этом в питоне есть как бы многопоточность. Но эта многопоточность реализована так, что потоки просто по очереди захватывают этот mutex, что-то делают и освобождают его. То есть у вас не бывает такого, что у вас в питоне происходит параллельное исполнение питонячьих инструкций. У вас могут быть сишные, вы можете вызвать сишную функцию, которая создаст несколько потоков, вызовет какое-то вычисление внутри этих потоков, дождется их исполнения, отлочит mutex глобальный для питона и после этого вернет исполнение в питонячий код. Но при этом вот питонячьи инструкции две не могут выполниться параллельно. Ну, в классической реализации питона, которая сипайцин. Так-то есть джайсон, который помер году 2014. Это реализация питона на джаве и там глобал интерпретер лока нету. Есть еще пайпай, в нем, кажется, тоже гилы нету. Вот. Так питон-то не очень получается. Ну, питон-то не про перформанс. Да. Это про полное его отсутствие. Ну да. Но пайпай быстрее. Ну, пайпай, ну, относительно быстрее. Пайпай и сильно быстрее, чем просто питонный. Ну, понятно. Да. Ну, вообще вот про перформанс менеджер языков так сходу очень немножко. Так сходу только кажется, джава пытается быть быстрым менеджер языком. Все остальные пытаются быть не слишком медленным менеджер языком. Но джава на самом деле тоже. То есть надо понимать, что на джаве можно писать быстрый код, который будет работать реально на уровне, как если бы вы писали на C++ и думали об memory management. Потому что надо понимать, что если вы пишете на C++ и все оборачиваете в STD shared PTR, то у вас перформанс примерно как в питоне, в котором reference counting. Только у вас еще shared PTR медленнее работает, потому что у вас атомарные инкременты счетчика. Ну, у вас shared PTR, он же поток безопасный. Нет, это неправда. Да? Серьезно? Только в 20-м стандарте появился Atomic Sharp PTR, где... Боже мой, вы сейчас разрушили мой мир. Я думал, что... Ну, класс. Значит, слава богу, он хотя бы не потоку безопасный. Он адекватный. Окей. Ну, так это, в C Sharp вообще можно в небезопасный режим выйти и спокойно вам не захоронить самому. Да. Тоже быстро достаточно будет. Да, но C Sharp это отдельная история. Ну, в общем, короче, утверждается, что, скажем так, есть умные люди, которые говорят, что в C Sharp и Runtime не очень. Вот. Они его переписали. А? Ну, они его переписывают, могут сколько угодно переписывать. Ну, в общем, история какая, что вот есть C Sharp и Java, они очень похожи. C Sharp классный язык, отстойный Runtime, Java отстойный язык, классный Runtime. Вот такая история. А есть Kotlin, это классный язык и классный Java Runtime. Да, вернемся к нашим баранам. В общем, про типа мьютексов вы поняли, из этой таблички. Так вот, error check полезен. Error check полезен. В питоне, допустим, вот этот вот ваш Global Interpreter Log, да, гипотетически хорошо бы сделать его error checkable, потому что, ну, опять-таки, я не знаю, где-то реализация, это вот просто гипотетическая идея, что если бы вы писали свой питон с гиллом, да, и у вас была бы возможность давать сишные расширения, да, то было бы, наверное, прикольно, сделать этот питон, этот лог error check-ом, почему? Потому что вы даете возможность работать с этим логом стороннему коду, да, который не вы написали, который вам загрузили как плагин. При этом, то есть у вас нету гарантии, что этот код не, ну, в общем, что не плохие люди писали, что эти плохие люди не ошиблись там с блокировкой. И в случае, если они ошиблись, вы хотите иметь возможность из этой ошибки recovery совершить, то есть обработать эту ошибку, нежели чем получить undefined behavior и из-за того, что у вас какие-то плохие люди написали плохой плагин, у вас undefined behavior в вашем интерпретаторе случился. Вот это гипотетический пример, как я вижу себе использование error check-mutex в реальной жизни. но я не знаю, честно говоря, реальных примеров. То есть это гипотетический пример, который я придумал. Окей. И самое интересное, что вы что-нибудь слышали про priority inversion? Нет. Ура, я вам расскажу что-то, о чем вы не знали. Это не priority inversion, это inversion of control. А, вот. Да. Не оно? Нет. Это про многопоточность, priority inversion. Ну, смотри, там есть inversion of control, это, я не знаю, что ты имел в виду, ты имел в виду inversion of control, inversion of dependency или inversion of чего-то еще. Короче, ну смотри, есть inversion of control, это что такое? Это когда у тебя нету, ну, то есть, когда твой код, ну, в общем, что... Это когда колесо машины не управляет рулем. Нет, не совсем. Смотри, если в терминах машины, что такое inversion of control? Это, вот смотри, у тебя есть машина, да, вот, допустим, ты пишешь программный код для, собственно, этой машины. Вот, как бы, ты можешь, например, написать цикл, ну, допустим, для рисования машины, да, вот ты можешь, например, написать цикл, ну, ты можешь написать функцию main, которая полностью будет рисовать машину. У тебя будет реально цикл, в котором ты будешь по очереди рисовать небольшой поворот колеса, дальше ты будешь рисовать поворот лобового, ну, дальше ты будешь понять, что не нажимал ли пользователь кнопку опустить лобовое, ну, опустить боковое стекло, если нажимал, то чуть-чуть опустить боковое стекло, и вот такой вот у тебя будет цикл рисования фреймов, да, то есть ты будешь, как бы, заниматься тем, что ты будешь, как бы, полностью контролировать ситуацию, то есть ты будешь полностью описывать, как рисовать следующий фрейм, со всем контролем кручения колес, со всей фигней. Это называется Direct Control, то есть когда ты полностью управляешь потоком исполнения твоей программы. Inversion of Control, это когда ты берешь какой-нибудь фреймворк, который решает какую-то типовую задачу. Простой пример HTTP сервер. Вот вы, например, хотите... Ну, веб-сервис, да? Веб-сервис это что такое? Это какой-то HTTP сервер, который обрабатывает HTTP запросы и возвращает HTTP ответы. И при этом в обработке HTTP запросов может быть какая-то логика. Вы можете написать функцию Main, в которой вы будете... Напишите цикл, в котором вы будете как бы... Ну, в котором вы будете принимать входящие запросы, дожидаться подключения... Ну, принимать входящие подключения, дожидаться запросов, дальше передавать это все дело в штуки, которые будут за вас это парсить и бла-бла-бла. В общем, вы самими руками полностью пишете всю логику. Вот Inversion of Control, это когда вы делегируете... Ну, когда вы как разработчик делегируете... То есть вы выносите абстракцию HTTP сервер, да? И вы пишете только кусочки из разряда. Вот функция, которую нужно запустить, когда пришел вот такой-то HTTP запрос. И дальше, как бы, вот Inversion of Control в том, что кто-то, какой-то фреймворк за вас решает, как и когда... Ну, то есть, когда, откуда и зачем вызвать вашу функцию. То есть вы, как бы, у вас есть какой-то общий поток исполнения, ну, понятной схемы, вы можете его кастомизировать, но при этом глобальный поток исполнения управляется не вашим кодом с логикой. Это причем, братьте внимание, что Inversion of Control это не про то, что вы библиотечку взяли, а это про то, что вы разделили управление потоком исполнения и логикой обработки HTTP запросов, допустим. То есть это может быть полностью с нуля написанный вами код, в котором вы отдельно реализовали штуку, которая, ну, условно, библиотечку написали свою, которая обрабатывает HTTP запросы, в ней можно регистрировать обработчики конкретных запросов, да, и отдельно вы написали код, который, в котором вы просто обрабатываете запросы. Дальше вы сказали, что вот я создаю HTTP сервер, в котором будет вот эти вот пять HTTP запросов, вот оно все. Вот, как бы, глобально, что такое Inversion of Control. То есть это просто какой-то не очень явственно ощутимый паттерн в проектировании, ну, господи, каких-то распределённых. компьютерных программ. Это что такое Inversion of Control? Есть еще Dependency Inversion. Ой, нет, он Dependency Injection, извините. А, есть Dependency Inversion тоже. Есть Dependency Inversion, а есть Dependency Injection. Dependency Inversion это когда вы... Как это называется-то? Короче, когда вы... Ну, на самом деле, Dependency Inversion и Dependency Injection это очень связанные понятия. В чем история какая? Что, представьте, например, что у вас какой-то классный, объектно-ориентированный, полиморфный код, да? В этом объектно-ориентированном, классном полиморфном коде у вас, допустим, есть несколько разных реализаций. Ну, вот, у вас в C++ нет интерфейсов человеческих и вообще стандартная библиотека выглядит, как я не знаю что. Пока не можем стать. Вот, ну да, поэтому все C++ разработчики считают своим долгом выкинуть все, что есть в стандарте и сделать все свое с нуля. Вот, поэтому в Яндексе сколько там у них... Кто в Яндексе на C++ пишет? Сколько у вас классов строк? Мне рассказывали, что много. Вот. Вот, короче, вот... Классов строк? Да. По стринку, по стринку? Ну вот, да-да-да, вот это вот вся фигня. Вот в Java, например, есть стандартные интерфейсы, типа Java Util List. Это не класс, а это интерфейс. Если вы как бы ни на чем кроме C++ не писали, то интерфейс это, грубо говоря, абстрактный... Ну, это, грубо говоря, класс на C++, в котором нету полей и есть только чисто виртуальные методы. Ну, точнее, на самом деле в Java уже могут быть просто виртуальные методы. Но, в общем, вот что такое интерфейс, если переводить на язык C++, да? Вот. Вот в Java есть интерфейс листа, а есть разные реализации. Есть реализация LinkedList, есть реализация ArrayList. ArrayList это то, что в C++ называется вектор, LinkedList это то, что в C++ называется... Есть в C++ LinkedList? Просто лист. Просто лист, вот. Вот. То есть, как бы у вас общий набор методов публичных, да? Но при этом реализации разные. Вот у вас такая же ситуация может быть там не с списками, а с какой-нибудь другой фигней. И вот Dependency Inversion это когда вы в вашем объекте, ну, когда вы, вот когда пишете код, стараетесь максимально абстрагироваться от того, какие у вас реализации, и смотреть только на контракт. И делегировать кому-нибудь другому, выбирать реализацию. То есть, условно говоря, если у вас, ну, я не знаю, какой-нибудь пример из изряда, что если у вас есть... Блин, сложно переступать. Ну, короче, что вы не решаете за пользователя, что вы ему вернете вектор, допустим. То есть, у вас функция, я не знаю. Я знаю такой пример. Ну, давай. Пишем какой-нибудь глупый бизнес-код, где просто вот нужно там... Приходит какая-нибудь там база данных, какой-то контейнер, там все обернуто, завернуто. Мы просто там хотим какие-то запросы поделать конкретные, чтобы вводить на экран конкретные значения. Вот это обычно все-таки делают с каким-то интерфейсом, а не с конкретным объектом база данных. Да, да, да. А интерфейс уже там что-то любое может делать. К удаленной базе данных подключаться. Да, это хороший пример. Смотри, еще попробую привести пример с C++ про аллокатор. У вас есть... У вас у вектора есть опция указать аллокатор. Вот это в некотором смысле тоже dependency inversion. То есть вы... Ну, в вектора есть дефолтный аллокатор, но тем не менее вектор параметризован аллокатором. То есть сам код вектора, он абстрагирован от реализации аллокатора. Он говорит, что мне нужен аллокатор, чтобы аллокировать память. Но при этом какая у вас реализация аллокатора, пофигу вообще. Это же в целом идея интерфейса. А? Ну да, ну вот, короче... Нет, нет, смотри, в чем идея. Это еще блогатор. Смотри, вот у тебя есть интерфейс, и у тебя могут быть несколько его реализаций. Вот dependency inversion – это когда ты пишешь код, в котором ты говоришь, что мне нужна реализация вот этого интерфейса, но какая вы мне сами скажите, мне не важно. Вот в чем идея, грубо говоря. То есть это, ну я не знаю, это… А почему это не важно, какая реализация интерфейса? Потому что у нас интерфейс создан для того, чтобы мы не думали о реализации. Короче, ты не вызываешь конструктор реализации интерфейса. Вот что такое dependency inversion. Ты делегируешь конструирование интерфейса, ну конструирование инстанса интерфейса кому-то наверх. Вот, грубо говоря, что такое dependency inversion. Вот. Да. Но это смотри, вот эти все… Да, сейчас расскажу. В общем, вот эти все штуки, они на самом деле такие очень нематериальные, они не строго сформулированные, и на самом деле просто знание этих фактов – это булшик какой-то. Ну то есть их нужно либо понимать и использовать, и понимать, когда от этих принципов нужно отступаться. То есть вы знаете про Solid, например? Есть такая аббревиатура Solid. Нам рассказывали. Ну в общем, Solid – это Single Responsibility, Open Close Principle, Lisk of Substitution Principle, Interface Segregation и Dependency Injection. А кто такая лиска, вы знаете? Верш. Мы все это рассказывали. Ну хорошо. Ну в общем, все-все забыли. Короче, в общем, в чем суть в том, что вот это такая вот штука, да, и на самом деле важно, ну то есть бессмысленно просто знать, что значит эти вот, сколько тут, пять принципов, которые в эту штуку соединены. И бессмысленно, фанатично соблюдать эти пять принципов во всей своей кодовой базе. Вот. Вот суть в том, что, ну, это полезные штуки, потому что это какие-то хорошие практики, которые в общем случае полезны, но при этом, очевидно, бывают исключения. Вот, как бы эти вещи, их не нужно знать, в принципе, вот я знаю, я букварь ходячий, а нужно их понимать. Вы на самом деле, на самом деле история такая, что очень часто вы просто знаете эти вещи, просто вы не знаете, что они так называются. И вы можете к ним сами прийти, это не какой-то rocket science, это какие-то очень такие базовые вещи, которые можно на ощущениях почувствовать. Так, вернемся к нашему безобразию. Да, это было лирическое отступление, что такое dependency inversion. Вот. Нас интересует priority inversion. Это совсем другая степь. Про priority inversion я вообще говоря на предыдущем семинаре находил классную картинку. Сейчас попробую ее сказать. По-моему, она гуглится по принципу PISRED mutex priority selling. Вот. Не туда, вот сюда. Короче, у вас может, в связи с mutex, вы помните, что у вас есть потоки, у потоков есть разные приоритеты. Да? Мы это в прошлый раз изучали. Что вы потоку можете установить приоритеты, тогда планировщик будет при прочих равных отдавать предпочтение более высокому приоритету потока. Ну, потоку с более высоким приоритетом. Вот у вас на самом деле mutex могут сломать ваши приоритеты. Смотрите, какая ситуация. Представим, что у нас есть три потока. Один, два, три. Да, если что, вот эта вот статья гуглится, вы видели, как гуглится по запросу PISRED mutex priority selling. Вот. Да. Вот. Но если что, вот как-то она гуглится с сайта embedded.com. Что здесь интересно? Что вот представим, у нас есть три потока с разными приоритетами. Есть самый приоритетный поток один, есть наименее приоритетный поток два, есть приоритетность и есть поток три, у которого средняя приоритетность. Смотрите, какая ситуация. Представим себе, что у нас есть поток один и поток два, то есть самый приоритетный и самый неприоритетный, они вдвоем лочатся на один mutex. А поток три, он исполняется вне зависимости от... Ну, в общем, он исполняется свободно, пофиг ему на этот mutex. И вот какая ситуация. Представьте, поток два, который самый не менее приоритетный, он заблокировал mutex. То есть... А? Нет. Поток два самый... Ну, в общем, здесь priority один это самый приоритетный. В общем, поток два захватил блокировку. И после этого, после того, как он уже захватил, поток один тоже схватил блокировку. Да? Дальше что происходит? Поток один спит, ждет, когда поток два отпустит блокировку. Поток два радостно поисполнялся, а потом ба-бац. И поток три, у которого приоритет выше, чем у потока два, вытеснил его из очереди исполнения. Почему? Потому что он же более приоритетный, правда? Поэтому планировщик будет отдавать предпочтение ему. Но здесь в чем получается проблема? В том, что из-за того, что поток два имеет больший приоритет, чем поток три, а поток три заблокировал поток один, получается, что поток один как бы исполняется с приоритетом, как у потока три и даже меньше. Потока два и даже меньше. То есть у потока один как бы упал приоритет. Понимаете, в чем идея, да? То есть из-за того, что неприоритетный поток захватил mutex, он все более приоритетные потоки, которые теперь его ждут, понизил в приоритете по сравнению с теми потоками, у которых средний приоритет, но нет работы с этим ютексом. Это проблема. То есть у нас сломались приоритеты потоков. Все поняли проблему? Отлично. Как ее решать? Ну вот есть два решения. Для этого нам на помощь приходит штука, которая называется priority selling. Опять-таки в этой статье все, что я сейчас расскажу, написано и написано больше, подробнее и понятнее. Тут как бы относительно много текста, и тут еще вторая страница есть. Да, ну тут еще про блокировки. Ой, про conditional тоже написано. Это нас сейчас не очень интересует. В общем, про priority selling. В общем, priority selling говорит вам следующее, что вы можете установить у mutex такой атрибут, который говорит, что mutex, любой поток, который тебя заблокировал, ну захватил точнее, автоматически до своего, до unlock'а, повышает, ну изменяет свой приоритет до такого-то. То есть если, допустим, в этой ситуации, вернемся к этой ситуации, почему сайт так медленно открывается? Может, если и так не явно происходит, с чем это еще идет? Нет, не происходит. Кажется, что не происходит. Можно с этим еще? Ну ладно. Смотрите, то есть в чем идея? Нет, смотри, в чем суть. В том, что сейчас у нас по сути, по сути своей, произошло так, что когда поток 1 попытался захватить mutex, а поток 2 его уже захватил, у потока 1 автоматический приоритет, грубо говоря, стал, как у потока 2. Вот, вот идея в следующем, что вот сейлинг говорит, что когда поток 2 захватил mutex, временно его приоритет вот этот вот изменить с его текущего приоритета на тот, который вы сказали. В этой ситуации как это решит проблему? Вы говорите, что ага, посмотрим, что у нас есть. У нас есть потоки 1, 2, 3, и мы знаем, что самый, ну у нас есть потоки 1 и 2, которые могут попытаться захватить этот mutex. Мы знаем, что самый приоритетный из них, это поток с приоритетом 1. Мы говорим, ты среди mutex set prio sailing 1, тогда поток 2, когда он захватывает mutex, у него поток, у него приоритетность стройки повышается до единички. И теперь поток 3, у которого приоритет как бы больше, чем дефолтный приоритет второго потока, но при этом меньше, чем приоритет, который мы ему установили через сейлинг, он теперь не будет его вытеснять. Вот в чем идея. То есть мы, получается, как бы временно повышаем приоритет критической секции. Здесь обратите внимание, что если вы неправильно подберете сейлинг, то вы наоборот себе все сломаете. Это первый момент. Это вот что такое priority сейлинг. Есть еще другая штука, альтернативная. Называется, называется протокол, по-моему. Сейчас. Pthread mutex utter proget protocol. Вот. Это штука, которая позволяет вам сделать по-другому. Она позволяет вам сказать, что, ага, если, ну в общем, она позволяет вам при, ну в общем, эта штука, которая, если верить ману, честно говоря, я не проверял, как эти штуки работают на практике. Это довольно проблематично проверить. Но если верить ману, то эта штука, ну то есть здесь есть несколько режимов. Я сейчас очень бегло про это скажу. Вот один из этих режимов решает эту проблему автоматически. То есть он, ну потоку, который владеет mutex, при каждой попытке заблокировать этот mutex потоком с более высоким приоритетом, будет поднимать приоритет до того, с которым попытались заблокировать. Очевидно, это сложнее в реализации. Это, наверное, работает медленнее. Да, но при этом это упрощает жизнь вам. Да, в общем, это было краткое overview того, что есть такая проблема. То есть если подводить итог, что вы сегодня узнали. Вы узнали, что есть проблема priority inversion и есть два способа ее решения. Это через сейлинг и через протокол. Дальше, если вам интересно, тут много текста, я сейчас не хочу все это рассказывать. Это такой текст, который нужно вдумчиво читать и вдумчиво его понимать. Вы можете почитать какие, ну в общем, почитать вот эти две ман-странички, почитать вот эту статью. И если вы прямо закомичены на успех, то вы можете это попытаться где-нибудь применить в жизни. У нас в контестах этого не будет, если что. Вот. Теперь мы можем разобрать нулевую задачу. Ой, господи. Нулевая задача, надо сначала, наверное, условия вам рассказать. Условие очень скучное. Значит, оно очень непонятное, но тем не менее. В общем, если коротко. У вас есть массив данных, массив чисел. Вам нужно создать k потоков. И в каждом потоке, каждый поток для какого-то, для фиксированной i, где i это индекс потока, начинает инкрементировать текущую i-ту ячейку, соседнюю с ней слева и соседнюю с ней справа. Да? И старт твои начали. А? Нули. Да. В общем, они это... А? Они зацикленные, да. Да-да-да, зацикленные. Несколько... Ну, то есть, да, понятно, что итераций много. Давайте посмотрим на решение. Решение простое, как три копейки. Обратите внимание, что в этом контесте вам очень настоятельно рекомендуется делать для всех потоков, которые вы создаете, минимальный stack size. Почему? Потому что для того, чтобы протестировать, что ваше решение реально работает, мы будем делать... Мы будем давать... То есть, у вас во всех задачах параметр, который вы понимаете, количество потоков, которые нужно создать. Сразу предупреждаю, как обычно, жесткая кара за попытки просто форлупом без потоков решить задачу. Кто-то делает так? Ну, никто не делает, но я каждый раз горжусь. А в 22-м контесте обязательно использовать эти иполы всякие? А в 22-м контесте будет? Потому что в первой задаче без иполы быстрее работает. Увы. И будет бан. Да. Чекеры вообще появятся? Этот вопрос задавали уже дважды в начале семинара. Нет. Ну, когда-нибудь появятся. Если что, вот к этой задаче тоже нет чекеров пока, ребят. Вот 24-я задача, чекеров пока нету или уже заходит? Нет. Нулевая в 22-м. А, не знаю. Короче, 24-й контест, чекеры появятся. Короче, есть надежда, что они появятся к сегодняшнему вечеру. А 23-й появилось? Не знаю. А, вот. Смотрите. Мы, ну, в общем, ничего интересного здесь. Мы создаем mutex. Берешь массив, да? Дальше запускаешь кучу тредов. Каждый тред берет какие-то три подряд идущих элемента в этом массиве и в цикле их инкрементирует к раз. Причем разные элементы он инкрементирует на разные числа. Что? Вот. А mutex это число. В смысле? Почему мы можем mutex равно? А, потому что я вроде сказал, что это такой волшебный макрос. На самом деле, по-хорошему, тебе нужно сказать pstret mutex t mutex, да? Потом сказать pstret mutex init, передать туда указательно вот эту вот переменную и что-то сделать. Вот этот волшебный макрос каким-то чудом делает это все за тебя. Ну, то есть это неправда, что это равно? Не правда, что это равно. Ну, то есть, на самом деле, кажется, что это штука... Там в кресле стоит какой-нибудь ноль, точка запятая. Точка запятая, да. pstret mutex init, скорее всего. Да. Отлично. Решение. Посмотрим, что... Ну, понятно, спауним кучу потоков, не забываем уменьшить стэк. Предварительно создаем для них для всех общий mutex. А, еще обратите внимание, что вам в этом контесте запрещают использовать глобальные переменные. Поэтому весь ваш стейт нужно поместить в какую-то структурку и указательную эту структурку передать аргументом в поток. А то в прошлый раз мы вам разрешали не использовать этот аргумент. И, по-моему, его и не надо было использовать в задаче. Ну, вот теперь надо. О, кстати, тут сейчас невалидное решение. Класс. Да, в общем, что мы делаем здесь? Здесь мы делаем... Ну, вот это все очень скучно. Это мы просто определяем индексы, с которыми мы работаем и на сколько их нужно инкрементировать. Сверху. А, ну, по-моему, контекст Т. Контекст Т. Ну, тут что? Тут массив чисел, тут mutex, который нужно использовать, тут идентификатор текущего потока, размер массива, количество итераций, которые нужно сделать, и индекс, относительно которого нужно делать инкременты. Здесь, в принципе, ничего... Ну, короче, я думаю, что все справятся вычислить соседние элементы в зацикленном массиве и определить, какой из них левый, какой из них правый. Это вот код делает вот это. И дальше мы в цикле, собственно, просто инкрементируем левый с центральной и правой. Да? Вот, смотрите. Если убрать... Значит... Если убрать... Точнее, вернуть... Да, и это дело... Он лочит. Он лочит, инкрементирует три элемента, он лочит. Лочит, инкрементирует три элемента, он лочит. Что? Да. В конце вывести массив троих? В конце вывести массив 3 умножить на количество итераций. Да. Да. Поэтому я говорю, что можно 4, но мы будем вас карать. Ну и W. Да. Смотрите, давайте... Так, как обычно, Лева забыл про Pthread. И давайте это запустим. Скажем, с тысячей потоков на массиве размером 5. Первое – это количество итераций. Первое – это количество итераций. Второе – это количество потоков. Все прекрасно, успешно случилось. Теперь давайте убедимся, что если мы закомментируем, то есть уберем использование mutex, то все будет хорошо. Тыдыщ, тысяча, пять. Вот. Нам даже первый раз повезло, но вот дальше вести перестало. Типа без mutex. Да, это без mutex. Видите, иногда случается печаль. Ну, можно сделать 10 тысяч потоков, вот получить вот такую фигню. Вот. Да. Ну, в целом, как-то ничего особенно интересного, кажется, не происходит. Пум-пу-рум-пу-рум-пум-пум. Пум-пу-рум-пу-рум-пум-пум. Дальше, 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 дальше. Ой, господи, я вообще вас обманул. Это количество итераций, это количество потоков. То есть мы сейчас 5 потоков делали. Логично, 10 тысяч потоков не должны были так быстро создаться, и у меня память должна была улететь. Но можно, например, сделать 5 элементов и 100 потоков. Блин, ну, короче, в общем, неважно. Ну, короче, вы поняли, да, что если mutex убрать, то оно начинает фейлиться, и это, на самом деле, достаточно легко, в общем, достаточно легко увидеть невооруженным взглядом. На самом деле, чем больше у вас потоков, тем меньше у вас шансов на отловку, поимку ошибки, потому что у вас одновременно все равно выполняется там не больше, чем 4 или 8 потоков в зависимости от вашего компьютера, да, и, ну, в общем, у вас с этим есть некоторые сложности. Ну, точнее так, чем больше у вас, то есть у вас проблема возникает, когда у вас параллельно исполняется 2 соседних потока по индексу. Чем больше у вас потоков, тем меньше у вас вероятность, что в текущий момент потоки исполняющиеся соседние. Окей, с этой задачей разобрались. Дальше, дальше Conditional Variables. Опять-таки, это мы с вами обсудили, Conditional Variables, все то же самое, что в C++, у вас есть Conditional Variable, а мы про них еще не говорили с вами, нет? У вас есть Conditional Variable, вы делаете его init, дальше вы, ну, обязательно не забудьте сделать destroy, у вас есть опция послать, ну, в общем, разбудить одного из людей, которые золочились на Conditional Variable, для этого вы используете ContSignal. Есть... Пизредконт t. А? Пизредконт t, это тип Conditional Variable. Просто там мы кидали Mutex. Нет, смотри, у тебя, ну, вот здесь, во всяком случае, у тебя есть отдельные Conditional Variable, отдельный Mutex, на котором ее нужно золочить. Вот. Да, логично. Ну, вот. То есть, на самом деле, ты когда wait делаешь, ты кидаешь их оба. Что? В while. В while. Да, broadcast, если вы хотите всех разбудить, и можно подождать либо wait, ну, либо с тайм-аутом, либо без тайм-аута. В атрибутах вообще ничего интересного, там всего два параметра. Два атрибута. Первый атрибут, это, опять-таки, shared, то есть, нужно ли, ну, в общем, является ли, нужно ли шарить Conditional Variable между несколькими процессами, то есть, потоками разных процессов. Опять-таки, не забываем, что если вы хотите делать shared, то вам нужно не забыть сделать shared memory, в которой вы аллоцируете эту переменную. Это первый момент. Второй. Что? Да, но если у тебя есть несколько потоков в разных процессах, и ты хочешь между ними одну Conditional Variable, тогда тебе нужно их аллоцировать в shared memory и проставить атрибут shared. Это первое. И второе, что там было, а, там можно установить часы, то есть, у вас есть TimeToWait, и TimeToWait, он по каким-то, ну, у вас этот таймер, он по каким-то часам идет. Ну, вы знаете, что есть разные часы, мы с вами это обсуждали, да? Даже был контест. Ну, в общем, есть разные часы. Вот всякие Monotonous и другие. Вот. Ну, короче, просто в ядре есть разные часы. Они чуть-чуть по-разному работают. Вы можете кастомизировать, по каким часам вы хотите TimeOut. То есть, это не часовой пояс, а это именно счетчик, грубо говоря, какой использовать. Ну да, на самом деле, ничего нового для вас нет. На Conditional Variable у нас первая задача, если считать с нуля. Задачка такая. Значит, у вас есть, вам дают два числа А и Б, да? Причем, обратите внимание, что это 4-битные числа. И вам нужно... Да, и, в общем, вам нужно сделать... Ну, в общем, вам нужно распараллелить задачу. Какая у вас задача? С одной стороны, у вас... Причем, это действительно задача, которая быстрее работает от того, что вы ее распараллелите, кажется. Почему? Потому что у вас есть задача номер один. Это поиск простых чисел. Это не очень быстрая операция. Согласны? Ну, когда у вас большие числа, у вас, в общем, случае... Ну, в общем, в этой задаче обратите внимание, что у вас Memory Limit очень жесткий, поэтому никаких там решет и ротосфена сделать не получится на 64-битных числах. Почему? Тупо цикл. А? Да, тупо цикл. Перебираем числа от А до Б по порядку. Каждый из них проверяем на простоту. Кажется, что даже заходит, если вы за линию проверяете на простоту, но все же умеют проверять за корень. Да. За корень. Проверять простоту. Это ты проверяешь, что число делится... Число простое, если оно не делится на числа от двойки до корня. А как же род-тест? Это который с малой теоремией ферма? Вроде. Так он же вероятностный А, и Б есть числа, которые его проходят, при этом не являются простыми. Вот. Ну и что? Я сомневаюсь, что у тебя возникнут проблемы с этим род-тестом в этой задаче, но тем не менее. Вот. Да, в общем, обратите внимание, что числа могут быть реально большие. То есть у вас могут быть, например, числа типа 10 в десятой, допустим, да, и при этом интервал там размера 10 в третьей, например. тогда у вас получится сложность что-то типа 10 в восьмой, да, потому что это корень от наибольшего числа, который вы проверяете, умножить на количество чисел, которые вы проверяете. Чисел у вас там, допустим, 10 в третьей, максимальное число, которое вы проверяете, 10 в восьмой. Понятно, что... ой, 10 в десятой, да, получается корень от 10 в десятой от 10 в пятой, умножить на 10 в третьей, 10 в восьмой. Понятно, что 10 в восьмой операции это не очень долго. Ну, каких? Ну, понятно, что 10 в восьмой это вообще много, но 10 в восьмой операции ветвления, ну, то есть арифметическая операция деления и проверка на ноль ветвления, это, мягко говоря, очень быстро выполняющаяся операция. Вот. Поэтому здесь у вас проблем не должно возникнуть. Ну, задача понятна. У вас есть один поток, который находит эти числа и уведомляет второй поток о том, что он нашел следующее conditional число. Ну, точнее, что он нашел следующее простое число. Второй поток с помощью conditional variable дожидается, когда же это число к нему прилетит, говорит, о, классно, прилетело, и печатает его в sdout вот с форматной строкой, которая вам... В чем? А, не указано. В том, что у тебя, смотри, у тебя с одной стороны операция найти следующее число, она занимает много процессорного времени, и это не очень быстрая операция, да? С другой стороны, у тебя есть операция напечатать число. Она занимает мало процессорного, но много астрономического времени. Вот. Вот если ты будешь искать число и потом его печатать в одном потоке, то у тебя время, которое ты потратил на то, чтобы найти и распечатать число, это, собственно, время на то, чтобы найти, плюс время на то, чтобы распечатать. Если ты ищешь в одном потоке и печатаешь в другом, то у тебя время на то, чтобы найти и распечатать, это время на то, чтобы найти, ну, точнее, это максимум из времени на то, чтобы найти, и времени на то, чтобы распечатать, плюс небольшой накладной расход за Condition Grable. Ну, не в два раза, потому что зависит, ну, в общем, зависит от ситуации, но она уменьшается. Ну, то есть у тебя реально происходит параллел, ну, ты параллелишь печать и поиск следующего. Отлично. И последняя задачка. Задачка про... Это легко пишется. Да, эти все задачи очень простые. Учитывая, что у вас был курс про параллелелки, я думаю, что самая большая сложность для вас это дождаться, когда чекеры появятся. И третья задача... Я тоже увидел уже эту задачу, которую за этот год. Прекрасно. Ну, вот, опять-таки, для вас не должно быть ничего нового. Log-free, односвязанный список, в который нужно атомарно вставлять, ну, точнее, в который нужно вставлять в начало элементы. Все понимают, как это сделать? Хорошо. Как это сделать? Потому что кое-кто не сказал, что понимает. Многие сказали, что не понимают. Давай. Мы берем, делаем new, берем новую ноду, да? Вставляем туда элемент, потом берем хэд, берем next от нашего нового указателя на хэд, а потом в цикле проверяем, правда ли то, что у нас next хэд это... Нет, тут мы вставляем начало. В смысле, мы вставляем куда-то? Мы вставляем начало. Только в начало. В начало. Когда свапаем хэд и наш новый элемент созданный, а потом уже только перевешиваем указатель наш на предыдущий хэд. Да. Мы сняем предыдущий хэд, меняем хэд. Ну, да, да, да. Ну, это exchange. Но как раньше, а у нас есть там сэр? Есть. Да, на самом деле, опять-таки, смотрите, здесь история такая, что манов на эту тему нет, но вы можете читать cppreference.c.atomic. Короче, вот смотрите, вот когда вы в гугле открываете, тут вот видите, в URL может быть c, а может быть cpp. Вот вам нужен просто c. Соответственно, в просто c есть ключевое слово, нижнее подчеркивание, atomic, которое можно навесить на тип, который умещается в машинное слово. Ну, и есть куча predefined atomic типов. И есть операции вида atomic fetch and fetch add. Ну, в общем, все атомарные операции, которые вы знаете. Из интересного есть, ну, из того, что вам пригодится в этой задачке, есть операция atomic exchange. Только я что-то ее не могу найти. Вот, да. Ну, вот, собственно, эта операция, понятно, то есть вы вызываете эту операцию, она вам, вы говорите, что вы хотите вот в эту переменную записать вот это значение, опционально можете memory order указать, да, и оно вам вернет, ну, то есть оно запишет и вернет вам старое. Это C, это чистый C, потому что это не, потому что это атомики, это не, это вообще стандарт, это не POSIX, это стандарт языка C, вот. Вот это как атомики? Атомики, просто ключевой, ну, смотри, атомики есть, опять-таки, в этом заголовочном файле, в котором мы были, есть перечисленный набор атомарных типов, да, но на самом деле ты можешь делать свой атомарный тип, есть ключевое слово, нижнее подчеркнение, atomics с большой буквы, ты его ставишь перед типом, который ты хочешь сделать атомарным, он становится у тебя атомарным. Единственный момент, что кажется, это не работает с типами, не умещающимися в размер машинного слова. Вот. Ну и, в общем, да, задача, как кажется, понятная. Там еще у каждой из функций есть вариант с explicit. Вариант с explicit это когда вы можете указать memory order. Про memory order вы что-нибудь знаете. Вот Роман точно что-то уже затирал про них. У нас была не одна, но мы рассказывали. Да. То есть в двух словах, да, в общем, у вас есть вот этот вот чудесный memory order. В двух словах у вас есть несколько memory order, которыми вы можете сказать, какие ограничения на порядок операций с этой переменной относительно текущей операции вы делаете. То есть у вас есть memory order relaxed, это когда вы говорите, что да вам вообще пофигу, как относительно этой операции происходят другие операции. И вот обратите внимание, как раз Роман тогда спрашивал, чего? Вот, Роман, смотри, тут написано, что ты можешь, например, взять переменную, ну, то есть вот у тебя, например, x и y, они изначально нули, да. Ты можешь попытаться записать в x нолик, да. То есть единичку, выберег единичку, считать, и там там ноль. Да, 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 вот. Потому что у тебя даже не, то есть у тебя relaxed order не гарантирует тебе, что у тебя b и а выполнятся вот в порядке, в котором они написаны в коде. Вот настолько это классный memory order. Есть промежуточные memory order, которые... Даже atomic, ну, вот, список не поможет. Поможет, но тут же не atomic. Смотри, тут в чем фишка, нет, смотри, тут фишка в том, что у тебя atomic, но у тебя memory order relaxed, это самый дурацкий, это самый свободный memory order, который вообще никого ни к чему не обязывает. Да, без atomic. Да, то есть все, что тебе гарантирует, что твоя операция атомарно произойдет. Когда она атомарно произойдет, тебе не гарантируют. Да, ну и здесь есть патчика других memory order. Вообще нету порядка. Да, то есть смотри, у тебя... То у тебя нету гарантии, что у тебя будет порядок. Дальше у тебя есть всякие штучки, которые... Я сейчас сходу не скажу, чем они отличаются, но, в общем, вы должны... Это плюс-минус, знаете, с курса concurrency пункт номер раз. И пункт номер два, ну, в общем... Короче, read the following manual. Да, то есть... Ну, в общем, понятно, что идея какая? Что у вас есть разные уровни ограничений, которые вы гарантируете. То есть там есть ограничения из разряда, что... Ну, что... Как бы последующие операции... Ну, что нельзя переупорядочивать операции, которые... Ну, то есть нельзя, условно говоря, переупорядочивать, перепрыгивая через вот эту операцию. То есть у вас, условно, если у вас операции а, b и c, и операция b имеет там такой-то memory order, то значит, что нельзя... Что для этой операции важно, чтобы другие операции а и c были относительно... Ну, то есть чтобы соблюдалось утверждение а было до b, b было до c. При этом, если там у вас есть а, b, c, d, e, то относительно c-шки у вас могут быть переупорядочивания вида а из b поменялись местами, c с d поменялись местами, но а с c не могут поменяться местами. Вот. Но это... Там разные уровни, они для разных степеней... Ну, в общем, они закрывают разные аномалии. А вы, кстати, вам рассказывали про эти... Про определение через аномалии? Вот этих порядков? А, ну, может быть, я в следующий раз тогда расскажу, если вам очень интересно и вы мне напомните. Вот. Я, правда, не знаю, как бы... Ну, просто ради интереса могу сказать. Есть классная статья, если... Помните, я вам когда-то скидывал ссылку на страницу... Вики-страницу NISA по распределенным системам на FKN. И там есть подборка статей. Вот там есть где-то статья... Ну, я точно скидывал. И там где-то есть статья... Там... А, нет, я скидывал только про DNS. Я не скидывал это. Ну, в общем, там есть классная статья, если хотите, могу скинуть, То есть, в которой госпожа Лисков, небезызвестная, она с коллегами критикует стандарт SQL-92, в котором описываются уровни изоляции между транзакциями. Сейчас было много непонятных слов, да? Ну, в общем, транзакция — это набор действий с базы данных, которые, во-первых, атомарные, то есть они либо произошли, либо не произошли. А, во-вторых, как бы на них, опять-таки, есть memory order. Ну, точнее, там не memory order, там аномалии. То есть, условно говоря, у тебя, например, бывает ситуация... Ну, вот представь себе ситуацию, что у тебя баз данных, представь, что это набор, что это переменная, допустим. Ну, или там несколько переменных. Вот. И у тебя могут случиться какие-то интересные моменты, видо, что... Короче, у тебя могут случиться интересные моменты, например, что у тебя в одной транзакции ты в переменную что-то записал, а в второй транзакции ты прочитал эту переменную дважды. И вот у тебя может случиться ситуация, что ты... Внутри одной транзакции, да, ты дважды читаешь переменную, одну и ту же, и получаешь разные значения. При этом ты внутри транзакции, между этими записями не делал... Ну, между этими операциями не делал запись. Вот. Вот эта аномалия называется, если мне сейчас память не изменяет, dirty read. Это самая простейшая аномалия, которая может случиться в транзакциях. Вот в SQL есть спецификация, которая определяет уровни аномалий, то есть это уровни изоляции транзакций, то есть это некоторый аналог memory order только для транзакций в базе данных, через то, что вот этот уровень изоляции не допускает вот таких вот аномалий. Вот и там понятно, что самый высокий уровень, как и здесь, это sequential, то есть когда у вас есть, когда у вас все операции, что существует такой порядок, линейный порядок операций, которые вы совершали, при выполнении которого линейно вы получите те значения, которые вам вернули ваши штуки. То есть не обязательно, что у вас они исполнялись линейно, но при этом результат исполнения получился линейный. Понятно, да? В задачах это не потребуется. То есть задачка на атомике, как вы можете догадаться, вы, ну, по дефолту у вас всегда используется memory order sequential. Я, честно говоря, не большой специалист, и я не могу сходу придумать ситуации, в которой вам использование более слабого memory order может как-то в чем-то помочь. Ну, очевидно, что оно может помочь только performance подтюнить, но я, к сожалению, не знаю, в какой ситуации он может помочь. Если вам интересно, то, наверное, лучше попытайтесь это узнать на курсе по concurrency, потому что у нас больше, ну, в общем, просто у нас более обзорная часть. То есть мы обозреваем, как это выглядит в посексе. — Может, это не будет? — По-моему, не будет. — А вот, заберем все, что вы видите здесь. — Все? — Как же скед-илд делаете? — Скед-илд. — Ну, слава тебе. — Делаешь include... — А, кстати, зачем здесь скед-илд, я, честно говоря, не понимаю. — Скед-илд — это функция, которая говорит планировщику, что функция готова сняться с потока исполнения. — И он-то там запрещено использовать метрец. — Да, но, откровенно говоря, я все еще не понимаю, зачем в этой задаче нужен скед-илд. — Ну, кто-то хочет что-то делать, чем нечем на это. — Ну, просто не совсем понятно толку-то. Ну, допустим. — Ну, кажется, что вот есть фазы, что начинают использовать мьютер, шумофоры или активные ожидания, и вот без скед-илда уже, кажется, все равно. — А, ну да, логично, окей. — Вообще, в каком потоке нужно записывать? — А? — В каком потоке нужно записывать? — Как будет проверяться? — У тебя N потоков. Будет проверяться, что у тебя напечаталось столько чисел, сколько надо. Ну, то есть, очевидно, задачу можно решить, если просто в одном потоке эти числа распечатать. — Ну да, ну типа мы же не знаем, в каком порядке они будут. — Чекер проверяет без учета порядка. Но за читерство будет бан. — Все. — Это вам. — Все. — Ну slipка, полностью, sencill, да? — И вот, говорю... — Ну наверх...